Теперь Франция. В парижском пригороде Сен-Дени, где прошла спецоперация, в доме на улице Корбиньон, до сих пор работают криминалисты, взрывотехники и следователи. Среди задержанных и ликвидированных боевиков, как стало известно, предполагаемого организатора терактов нет. Между тем появились новые детали расследования атак 13 ноября. С подробностями Андрей Михайлов. Всю ночь район парижского пригорода Сен-Дени, где накануне проходила полицейская спецоперация, была цеплена. В доме, где укрывались террористы, до самого утра работали криминалисты. По последним данным, в результате штурма уничтожены два террориста. СМИ сообщали о том, что под завалами найдено тело третьего боевика, но официальной информации пока нет. Арестованы 8 человек, в том числе хозяин квартиры, где последние несколько дней жили преступники, и где, по данным спецслужб, мог скрываться предполагаемый организатор парижских атак Абдальхамед Абаут. Информация о его аресте и гибели из разных источников появилась сразу же после окончания спецоперации. Говорили о том, что там мог быть и Салах Абдальслам, один из исполнителей теракта. Уже ближе к ночи парижская прокуратура сделала официальное заявление. Всего арестовано 8 человек. 7 мужчин и 1 женщина. Их личности устанавливаются. Абдальхамида Абаута и Салаха Абдеслама среди задержанных нет. Прокурор рассказал, что полиции пришлось применить гранаты, так как дверь к квартиру была бронированной. Во время штурма спецназ произвел около 5000 выстрелов. Личности ликвидированных террористов прокурор не назвал. Однако позже в прессе появилась информация, что смертницей, подорвавшей себя во время операции, была 26-летняя двоюродная сестра Абауда. Она жила во Франции и не раз попадала в полицейские сводки за торговлю наркотиками. Кроме того, французские журналисты выяснили, что кроме Абауда и Абдеслама на свободе остался еще один опасный преступник, некий Мохаммед Ка. Он известен полиции как специалист по изготовлению поясов смертников и его подозревают в подготовке терактов на стадионе Стад де Франц. Накануне спецслужбам удалось перехватить от него сообщение. По последней информации, он пересек французскую границу и находится на территории Бельгии. Между тем, в распоряжении британской газеты Daily Mail оказалась видеозапись с камер видеонаблюдения внутри французского бара, на которой была совершена атака боевиков. Видно, какой ужас пришлось пережить посетителям кафе. Двое террористов в упор расстреливают всех сидящих на террасе. Люди пытаются укрыться от града пуль под столами, кто-то бежит в подвал. Одной девушке удалось спастись, казалось бы, от неминуемой смерти. На записи хорошо видно, как один боевик, предположительно Салах Абдеслам, наставляет автомат на девушку. Однако оружие дает осечку, и она убегает. Атака длилась три минуты. В результате нападения убиты пять человек, восемь получили ранения. Этой трагедии могло бы не произойти, если бы бельгийская полиция проявила бы бдительность и не отпустила после допроса Салаха Абдеслама. Это подтвердили и в прокуратуре Бельгии. Абдеслам, отвечавший в группе за логистику, доставку во Францию оружия, транспорт и поддельных документов, вместе со своим братом Брахимом незадолго до нападения на Париж, несколько часов провели в полицейском участке в бельгийском Моленбеке. Однако были отпущены. По словам следователей, братья, имевшие французское гражданство, пытались попасть в Сирию. Мы добраться смогли лишь до Турции, откуда их депортировали. Мы знали о том, какую серьезную опасность они представляют. Мы депортировали их в Бельгию и сообщили спецслужбам о наших подозрениях в их связях с исламским государством. Однако в Бельгии их отпустили, и они сразу же устроили чудовищный теракт. Это лишний раз доказывает, что нужно внимательнее относиться к обмену разведывательной информации. Турецкая разведка только за год задержала около тысячи человек, связанных с исламским государством, группировкой, запрещенной в России. Накануне полиция в Стамбульском аэропорту арестовала восьмерых человек, предположительно связанных с этой террористической организацией. Под видом сирийских беженцев они собирались по поддельным паспортам проникнуть в Европу. Андрей Михайлов, Первый канал.